Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор валютных рынков и торговой идеи от компании TECMIL и с вами я, Артур Изятуллин. Сегодняшний обзор я бы хотел начать с рассмотрения того, как отработали торговые идеи, высказанные ранее на этой неделе, в понедельник, перед заседанием ФРС. Я напомню, что мы рассматривали с вами индекс доллара, пару евро-доллар, фунт-доллар. И золото. По индексу доллара предполагалось, что он протестирует уровень в 93.45 и аккуратно на заседании ФРС это произошло. Дальше, получается, индекс не прошел, этого, в принципе, не ожидалось. Вернулся он, получается, к этому уровню поддержки. Как мы видим, он у нас ее подкрепляет, оправдывает, получается, уровень поддержки, так как вот здесь снова получается индекс доллара остановился перед дальнейшим снижением. Среднесрочная перспектива для доллара, она, естественно, понижается. На это способствует политика ФРС. Мы уже это с вами ранее обсуждали. Сегодня мы обсудим то, как на это повлияло последнее заседание ФРС, что там произошло и что это сулит для доллара. По евро-доллару у нас предполагался тест зоны 1.17, 1.17, 1.60, такой коррекционный импульс, да, несмотря на укрепление евро, несмотря на его относительную силу против доллара. Этот тест-то произошел. Вот эта небольшая разрядка, которая была нужна евро, она произошла. Этот уровень подтвердил, что не пропустит, получается, пара евро-доллар дальше вниз, потому что перспективы у нас для роста этой пары, они у нас существенные. Этому способствует политика ЕЦБ и политика ФРС. Очень быстрое восстановление от этого уровня у нас произошло, подтверждая перспективы того, что дальнейший рост пар у нас с преимущественным сценарием. По фунт-доллару он у нас погряз в опасениях и страхах, потому что Brexit у нас пройдет по худшему сценарию, выйдет получается Великобритания у нас без сделки из ЕС, и очень чувствительный для Brexit на этой неделе обсуждался законопроект, законопроект о внутреннем рынке. Так вот, собственно, сама суть законопроекта, она достаточно неблагоприятна для отношений между ЕС и Великобританией, ЕС оспарил некоторые пункты вот этого законопроекта, естественно, принятие этого законопроекта бы угрожало, оно бы осложняло благоприятный выход Великобритании и из ЕС. Но так все получилось, что не прошел у нас этот законопроект, его не смогли одобрить, естественно, это повышает шанс на то, что Brexit, благоприятный исход будет у нас по Brexit, соответственно, пара фунт-доллар у нас выбралась из вот этого снижения, которое контролировалось, получается, вот этой трендовой линии выбралась она, да, вот здесь у нас произошел тест от уровня 1.30, ну, в принципе, круглый уровень, ожидалось, да, что произойдет тест и не будет резкого пробоя этого уровня, но в целом у нас пара смотрит наверх, и это как раз-таки подкрепляется перспективами слабого доллара, поэтому рассматриваться, получается, пробой по паре фунт-доллар является предпочтителем, но, естественно, пробой с отбоем к этого уровня и уже дальнейший рост. По золоту, да, предполагалось, что у нас на заседании ФРС сможет пара выбраться, сможет золото у нас выбраться за вот эту трендовую линию, которая контролировала у нас снижение золота, получается, с середины августа, была торговая возможность, она заключалась в том, что золото у нас выберется из трендовой линии и пройдет одновременно с этим у нас, получается, вот этот горизонтальный уровень в 1970. На заседании ФРС у нас произошел этот краткосрочный тест, но эта вот эта трендовая линия, она, как мы видим, не пустила, получается, золото выше, а рассматривался при этом у нас альтернативный сценарий, что пойдет вот к уровню 1936 долларов за троску унцию золота. Произошел у нас этот тест, отработала у нас, получается, вот эта линия, трендовая линия, которая контролирует снижение, не пустила вверх, естественно, идти дальше золото вверх будет уже не так просто, поэтому, возможно, стоит рассматривать короткие позиции по доллару, потому что вот это снижение, которое мы наблюдаем с середины августа, оно у нас сохраняет перспективу, потому что не пустили у нас золото выше вот этой трендовой линии. По заседанию ФРС, да, важный момент, давайте с вами отметим, что произошло. После него, после заседания, мы видим, ну, во-первых, давайте начнем с рыночной реакции, мы видим, что у нас снижились, получается, основные фьючерсы, американские фьючерсы на фондовые индексы, ну, вот фьючерсы на NASDAQ, S&P 500, промышленный индекс Dow, индекс малых компаний, RASO, получается, они снизились после создания ФРС, сейчас пребывают в такой нерешительности. Почему? Потому что на фронте экономических данных, экономической статистики и на фронте монетарной политики у нас значительно померкли перспективы. Если раньше у нас один за другим поступали бычьи какие-то катализаторы, которые давали рост, ФРС там что-то обещал, экономические данные удивляли, то сейчас все намного сложнее и хуже с этим. На заседании ФРС у нас очень-очень прозрачно намекнули, что хоть нулевую ставку у нас и собирается держать около нуля, включительно получается до конца 2023 года, тем не менее, контраргументом к этому ФРС выдано то, что у нас насыщенные рынки ликвидностью, на основных кредитных рынках, где у нас какие-то участники, экономические агенты занимают средства, стоимость заимствования у них сейчас нормальная, не экстремальная, занимать можно, поэтому никакого нового смягчения в денежно-кредитной политике не предвидится, не стоит раскатывать губу и ожидать, что ФРС нам будет негативные ставки вводить, контролировать кривую доходность, ФРС четко туда понять. Нулевые ставки более длительно, пожалуйста, но углубление в монетарном стимулировании мы вам не предложим. Так вот, собственно, у нас были заложены некоторые ожидания, получается, в котировках, в оценках на фондовом рынке были заложены ожидания, что в сентябре ФРС нам предложат контроль кривой доходности, но это очень радикальные меры, на самом деле, которые в банке Японии используются, и не показали они свою эффективность. ФРС четко дал понять, что не будет никаких негативных ставок, не будет кривой доходности, не будет управления кривой доходностью, и поэтому вот эти ожидания, которые у нас были здесь заложены, они у нас, соответственно, скорректировались. Вот у нас произошло вот такое вот снижение, пребывая, как видим, они сейчас у нас в нерешительности, активней других у нас снижалось у NASDAQ, ну, в принципе, и рост спекулятивный, да, быстрее и сильнее других, и вот этот откат у нас триггером получается для вот этого снижения пропорционального получается у нас как раз выступил заседание ФРС, четкий сигнал от ФРС, что дальнейшего смягчения у нас не предвидится. Но вот это разочарование, которое мы видим, несмотря на то, что поступил такой сигнал, на мой взгляд, я думаю, что оно будет у нас краткосрочным. Вот эта негативная реакция, она имеет срок жизни, она должна будет иметь ограниченный срок. Почему? Потому что если мы будем рассматривать среднесрочную и долгосрочную перспективу, вот этот апдейт от ФРС, заседание, да, вот ФРС, новая информация от ФРС, где ключевым выводом было то, что мы оставляем ставки на нулевом уровне, включая 2023 год, вот это заявление, вот эта новая информация, она лишь должна способствовать той тенденции, которая уже была до заседания. А была до заседания тенденция такая, что рисковые активы, акции, их относительная привлекательность, именно относительно бандов, то есть защитных активов, привлекательность акций, она росла. Почему? Потому что вот политика ФРС, она смягчалась и смягчалась. Потому что по бандам, по активам, по ценным бумагам с фиксированной доходностью, доходность нужно было ждать все больше и больше и больше, вот это растягивалось срок, когда отдача на капитал, да, на вложенные средства придет, получается. Вот, поэтому относительная привлекательность акций, относительно бандов, она вот росла у нас до заседания ФРС. ФРС же еще раз подчеркнул тем, что вот нулевые ставки у нас растягиваются, подчеркнул еще раз, что акции становятся еще более, получается, привлекательными по отношению к облигациям. Потому что у нас дальше продолжается, вот этот возникает в дисбаланс доходности, да, получается. По бандам все сложнее, все дольше приходится ждать какую-то доходность. И поэтому, чтобы получить доходность, нужно рассматривать другие альтернативные классы, более рисковые, получается, активы. И этими рисковыми активами у нас являются акции, да. Вот, и это основная тенденция, которая у нас сейчас двигает фондовым рынком, тем, что у нас растут, получается, на нем котировки, потому что у нас по бандам доходности и перспективы получения доходности у нас сокращаются. И, получается, растет у нас шанс на то, что будет происходить эта перекладка в акции. Потому что в бандах все сложнее, в активах фиксируем доходности все сложнее найти доходность. Поэтому нужно рассматривать акции. Вот, собственно, заседание ФРС, оно еще раз нам вот это подчеркнуло. Факт того, что будут нулевые ставки, еще дольше будут нулевые ставки, означает, что по бандам, держателям модов, еще дольше, получается, придется ждать, чтобы получить, получается, доходность. Теперь мы, давайте быстренько рассмотрим некоторые важные экономические моменты из экономической статистики. У нас на этой неделе, я напомню, вышли розничные продажи и вышли заявки на пособие по безработице. Первичные и длительные заявки на пособие по безработице. Розничные продажи у нас стали такой инъекцией суровой реальности в рынок. Они не оправдали у нас прогнозы за август. Там прогноз был 1% месячного роста по отношению к июлю. На самом деле у нас актуальное значение было на целых 0,6%. Розничные продажи в контрольной группе, но это более узкий показатель, который там исключает некто волатильный товар, у нас вообще оказался отрицательным. Розничные продажи, напомню, у нас составляют половину всех потребительских расходов США, поэтому это очень хороший прокси, будем так говорить, экономической активности, экономического роста. И получается, вот в августе, по развене вот этот тревожный звоночек, получается, розничные продажи, их рост начал замедляться. Очень важным моментом из-за статистики было то, что за июль розничные продажи были также пересмотрены вниз, а июль это у нас был один из месяцев расцвета американской экономики после локдауна. Пересмотр сильного месяца вниз, а также удар по рыночному оптимизму, который заставляет пересмотреть, действительно, как же росли розничные продажи, как они будут расти после вот такого разочарования в августе. Если мы посмотрим на то, как у нас общее потребление получается в США менялось, видно, что оно у нас сейчас остается ниже январского уровня в среднем на 6,5%. То есть они еще не полностью у нас восстановились розничные продажи. Вот здесь после выхода на плата получается в августе в конце, в последнюю неделю, получается, август у нас вот розничные общие потребительские расходы, они у нас перешли в снижение. К чему я это все говорю? На экономическом фронте, как мы видим, все сложнее и сложнее рынкам найти позитивные, положительные какие-то катализаторы для роста. По фондам рынка США, которые у нас ориентировались на американскую экономику, мы сейчас сами показываем и доказываем, будем так говорить, то, что вот с такими данными, с такими показателями, с такими розничными продажами за август, в сентябре уже намного сложнее ожидать какого-то позитивного сюрприза в потреблении. А нет позитивного сюрприза в потреблении, выручка компаний, получается, не растет, возникают вопросы к их оценке. А стоят ли они действительно так высоко? Это порождает, собственно, сомнения. А справедлива ли их оценка? Вот, поэтому экономические катализаторы, они у нас и нужны, и рынок ими подпитывается. А вот сейчас, как мы видим, подпитываться не получается. По рынку труда, второй важный показатель, мы, как вы видите, очень суженно сейчас рассматриваем с вами экономические данные по США, фокусируемся только на рынке труда и потребления. Ну, в принципе, это широкие показатели, и достаточно сейчас их проанализировать, рассмотреть, чтобы общую тенденцию выделить, которая важна для фондового рынка, для фондовых индексов. Так вот, розничные продажи. В целом они у нас не сильно отклонились, получается, от прогноза по первоначальным заявкам. Ну, чуть-чуть слабее прогноза, получается. Положительное, позитивное отклонение по длительным заявкам на посылку безработицы. Но у нас, вот видите, часто, получается, пересматриваются показатели за прошлый месяц, и это наводит на мысль, что мы должны рассматривать какое-то среднее там скользящее, да, скажем, вот. Поэтому у нас выводят четырехнедельное скользящее среднее, да. В предыдущей неделе было 973 тысячи, сейчас оно снизилось, составляет 912, получается, тысяч. Позитивный тренд у нас пока что остается по рынку труда, по увольнениям, по тому, как у нас изменяется вот этот пул безработных в США, но это пока. Все-таки больший вес, конечно, имеет данные по потреблению, данные по потребительскому оптимизму, и розничные продажи заставляют призадуматься, можно ли ожидать экономического сюрприза в сентябре. Так, и завершаем, естественно, обзор на том, что, если вы помните, я бы сказал, еще на прошлой неделе получается предположение, что у нас консолидация должна быть по фондовым рынкам, по S&P 500, он должен у нас оставаться в консолидации, это можно подкрепить двумя, а сейчас двумя фактами, новой информацией по ФРС получается, которая не дает нового стимулирования, плюс испорчившимся новостным фоном, ну вот таким относительным ухудшением экономических данных, это раз. И, во-вторых, ну вот достаточно такая незамысловатая техническая картина по S&P 500, да, мы видим, что вот здесь у нас такой восходящий треугольник, сужается вот эта амплитуда вот этого движения, да, и обычно это предшествует какому-то пробою, я склоняюсь к тому, что отсутствие каких-то позитивных катализаторов, которых, как я уже сказал, все сложнее и сложнее найти, на чем расти, и не ФРС, и там помощи нет, получается, и с экономического фронта помощи нет, пока что вот непонятно, где же взять перспективу для роста, получается. Плюс эта техническая картина, она, на мой взгляд, во-первых, укрепляет кейнс на консолидацию, то, что они дальше будут у нас двигаться в этой консолидации некоторое время, и вот дают основания, которые полагать, что в консолидации, если нет у нас перспектив для роста, попытаются продавить вниз, потестировать какие-нибудь уровни ниже, 3310, 3300, возможно, не сразу, там, на следующей неделе, да, сразу не придет. Но вот эта техническая, плюс эта техническая картина, сужение вот этих колебаний, да, которые показывают, что все меньше и меньше желания. Они как-то пытаются уйти наверх, у нас покупательский интерес ослабевает, получается, здесь. Возможно, рынки должны, фондовые индексы, если 500, должен сходить вниз, потестировать, чтобы дальше можно было рассматривать какие-то покупки, которые, как я уже сказал, оправданы, обоснованы тем, что привлекательность акций по отношению к бандам, она у нас будет продолжать расти, потому что поступил сигнал к ФРС. Но произойдет у нас это не сразу, нужно чуть рынку оздоровиться, получается, нужно найти, собственно, причины для роста, катризаторы для роста, и вот эта пауза, она вот дает нам возможность, возможность дает, да, вот рассмотреть небольшую короткую позицию с тестом вот вот этих уровней, да, 3310, 3300 получается. Вот. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, есть, если у вас отдельные мысли или комментарии, с которыми вы хотите выступить, поделиться с нами, пожалуйста, не стесняйтесь это делать. Если вам понравилось это видео, понравился материал, если вы находитесь, что он полезный, да, что он вам помогает в торговле, пожалуйста, не скупитесь на лайк, мне будет очень приятно это видеть. Вот и все, на этом я завершаю свой обзор. Всего доброго, торгуйте в профит.